всем привет на моем канале вязание сегодня у нас вторник я у меня вчера вышло видео первое из совместного проекта вязальные гонки и все честно я не ожидала что она будет таким коротеньким коробки видео вообще не про меня то есть они даже стараться сильно не приходится чтобы они получались длинные но вчера видимо я очень сильно торопилась но это действительно так и я вот не смогла себя как-то пересилить успокоиться и видео просто тараторила сегодня я планировала выпустить вторую часть мастер класса по платью и вот прошел целый день и еще монтируется еще написано полтора часа но я уже думала что ну может быть сегодня пропущу завтра тогда выйдет два видео не здесь такая приятная неожиданность вот такая коробочка только что ко мне приехала это приехал сдек вообще в наш город небольшой доставки сдека нет потому что у нас можно сказать даже совсем недавно только город стал городом до этого он был городским этим поселком городского типа и посылки которая приходит ко мне через сдек они все равно уже из столицы доставляется почтой а потом почтальон привозят эти посылки мне на дом и вот этот почтальон я уже рассказывал да дяденька не самый приятный ему не нравится видимо работа вот и так мне подфартило что курьера из сдека он здесь проживает соседней деревне у нас и значит он прошлый раз мне посылку привез спас меня от этого деда бородеда и сегодня такая вот неожиданность честно говоря я уже думала что что-то давно не приходит не приходит мне посылка то есть по идее уже должна была прийти и вот только сегодня днем я вспоминала и здесь такая приятная неожиданность я конечно же знаю что там потому что эта посылка не пришла из интернет-магазина мир вышивки вы наверняка знаете да уже многие что у меня на постоянной основе в инфобоксе есть промо код на десятипроцентную скидку на ваш первый заказ в этом интернет-магазине и вы можете им пользоваться столько сколько вам захочется да но вы помните что можно схитрить потому что первый заказ у ведь первый только вашем профиле так я честно скажу я очень выбирала долго пряжи в этот раз потому что я не буду этого скрывать пряжи очень много и хочется взять что-то новое чтобы и вам что-то новое показать да и в то же время ну не знаю что выбрать уже кажется уже что что уже все есть проблем когда значит вот такая пришла мне коробочка кстати в этот раз она какая-то такая небольшая но это не проблема здесь в принципе пряжа на определенные изделия понятное дело что сейчас я их вязать не буду мне сейчас и так хватает планов давайте я эту коробочку уберу и буду потихонечку доставать вам пряжу рассказывать что это за она все подробно показывать и расскажу конечно же что из этого буду вязать очень давно я смотрю на вот эту пряжу я нарк океан смотрю потому что я скажем так я не очень люблю вязать изделия именно одежду до взрослую из секционки или меланжевых нити особенно в последнее время но сам бит будут и пряжи меня он всегда привлекает особенно если это какие-то интересные любимые мои расцветки то конечно же без вариантов и уж очень давно я смотрю на этот океан еще и название такое вдруг вы не знаете я с детства фанат дима билана и была в прошлом году на его концерте мне мои подруги подписчицы подарили билет на день рождения и я была в диком восторге от концерта и особенно в частности этой песни до его новой на тот момент океан и она меня настолько зацепила что я вот уже в апреле будет год как был концерта я до сих пор напеваю периодически и когда я вижу слово океан меня но так потрясывает так мы это так предыстория история не проб не провязания скажем так это я над океан кстати я вам скажу что тактильно мне сейчас пряжа очень нравится она шелковистенькая такая я если честно даже не ожидала что она будет такая очень классная расцветка смотрите какие переходы здоровские то есть она в целом я бы сказала что светлая да и даже можно сказать что она такая спокойная но если отдельно смотреть на вот эти вкрапления то в то же время не скучная это у нас 20 процентов шерсти всего 80 процентов акрила меня вначале это немножечко смущало я не могу сказать что я плохо отношусь к акрилу вовсе нет я к этому отношусь вполне себе как это сказать обычно да ну почему бы и нет я не фанат вязание акрила из акрила нательных вещей которые вот прям близко к телу да но вот как элементы верхней одежды почему бы и нет ну и сейчас я буду опять вам рассказывать историю про много кардиганов да я очень хочу в этом году не только в этом году вообще в целом для меня в этом году главным открытием стало то что не обязательно точнее одного кардигана в гардеробе мало вот я честно до этого года думала что ну один ну два а в этом году когда я насмотрелась всяких там видеороликов про то как составить гардероб до подобрать себе я понимаю что мне реально нужно очень много кардиганов я их все хочу и я буду вязать почему бы и нет потихонечку помаленечку буду навязывать значит я на океан я не знаю напишите кто-нибудь в комментариях возможно вы уже тоже пробовали эту пряжу она ну вот очень приятная тактильно не скажешь что это какой-то акрил 20 процентов шерсти 80 акрила 100 грамм 180 метров пряжа но я не скажу что она какая-то толстая дают из сравнивать как обычно я словно год сравниваю она такая ну ну для кардигана я бы взяла четыре с половиной для плечевого возможно тоже вот сейчас смотрю в общем четыре с половиной я взяла бы цвет у меня 112 я выбирала между тремя оттенками они мне там все понравились и все были в синей палитре 30 градусов вода при стирке нельзя отбеливать нужно сушить на горизонтальной поверхности нельзя утюжить на плечевое изделие 500 грамм понятно что размер какой-то должен быть определенный так секунду спицы номер шесть ого ну даже не знаю и крючок номер шесть с половиной так на шаров длиной 200 а 90 сантиметров что же за шарфик такой подождите что это за шарф такой на собачку 200 грамм маленький шарф плотность вязания если на спицах номер шесть пятнадцать с половиной петель 21 ряд ну хорошая плотность возможно даже и стоит попробовать на шестерке может быть на пятерке попробовать четыре с половиной как-то плотно в общем очень красивая пряжа согласитесь я вот прямо вижу этот кардиган уже простой лицевой гладью с какой-то там может быть даже и опять же v-образной горловиной с поясом а может быть и без и вот такое вот знаете очень домашний и уютный но не для дома ну вот бывают такие вещи для какой-то прогулки по вечером там не знаю собакой с коляской почему бы нет короче такая вещичка которая кардиган для отдыха я бы сказала значит у меня 6 мотков показалось какой-то момент что это не такой цвет 6 мотков но я так брала знаете думаю 6 должно по идее хватить какая красотища я очень рада что я взяла все таки этот цвет дальше будете смеяться но это снова пряжа на кардиган ее здесь очень много и это пряжи у меня уже в запасах есть и я уже даже в который раз открываюсь начать вязать изделия из этой пряжи ну вот что-то как-то не доходит руки а тут мне захотелось чего-то светленького так зачем я распаковываю если есть мы так смотрите что мне есть это фиджи у меня и и розовая и фиолетовая и синяя есть и теперь еще умеет 16 мотков вот такого молочного цвета пряжа которая собрала в интернете как хорошие отзывы так и не очень это троицкая пряжа очень бюджетный вариант она там по моему меньше 100 рублей стоит я просто в российских ценах конечно же не особо ориентируюсь но и у нас в беларуси она очень недорого стоит поэтому естественно привлекает этим свое внимание особенно вот мое потому что я из тех людей которые не любят покупать дорогую пряжу ну я честно скажу мне просто жалко денег так значит этот цвет у меня натуральный светлый 0770 возможно он как обычно они заклеили нам все рекомендации которого производитель дает я вот этого честно скажу не понимаю 20 процентов шерсти мериноса 40 60 процентов хлопка и 20 процентов акрила то есть вообще состав очень даже неплохой и лично мне не особо понятно почему она такая бюджетная потому что ну 80 процентов натуральный состав по идее такую пряжу обычно продают дороже так как будто бы в какой-то подвох здесь есть так и что и на всех так что ли так до девочки заклеена на всех матках вот я смотрю прям в одном и том же месте видимо старались зачем так делать так ну что на просвет не даром же у меня тут хорошие азамбы стоят значит на просвет вижу ручная стирка 30 градусов вода нельзя утюжить нельзя отжимать машинки и можно химчистка специальная спицы 3 миллиметра плотность вязания 16 петель как-то странно 37 рядов но это очень странно но это я возможно так не очень хорошо вижу значит 3 миллиметра спицы я бы не сказала что эту пряжу надо вязать на 3 миллиметра может быть я ошибаюсь но я конкретно вижу 3 м.м. значит пряжа в принципе не такая уж и тоненькая плюс она такая знаете пушистенькая мягенькая и цвет такой приятненький прям как раз для кардигана опять же какого-то такого простого без всяких там ранов возможно что-то из узоров будет но с очень простыми узорами то есть может быть какая-то какие-то элементы пудочной вязки может быть где-то какие-то теневые узоры пока еще ничего сказать не могу потому что пока просто мне хочется светлый кардиган и если вдруг вы еще эту пряжу не видели нигде то это такой шнурок я насколько понимаю он так из хлопка да и набит шерстью как указано мериноса и полиамидом в принципе пряжа мягкая я бы даже для ребенка что-то связала если бы вот он пушистости нормально относился на 50 грамм 95 метров но условно 100 до плюс минус 3 грамма написано и получается что у меня 16 мотков это 1600 метров на кардиган я думаю что мне пряжи хватит сразу скажу что это будет не длинный кардиган как там потом пойдет я не знаю очень давно я не брала диву очень давно и если честно я вообще скажем так закладку где я захожу очень часто но у меня откровенно говоря в запасах дивы очень много и это тот самый случай когда я снова заглянула в секционку это дива батик и был в наличии вот этот цвет который мне очень давно нравится вот эта секционка как раз таки мне видится в плечевом изделии я буду вязать ее спицами это будет первое изделие спицами которая доведу дома из этой пряжи у меня кстати на канале есть обзор на эту пряжу и есть видео посвященное моей любви к этой пряжи я очень давно из ничего не вязала но это не значит что я стала любить ее меньше потому что пряжа классная не убиваемая вообще у нее очень много плюсов есть только один единственный минус это то что она под своим весом вытягивается вниз ну и соответственно когда вы вяжете изделие это нужно учитывать некоторые парят в процессе вязания мне от париная дива но не очень нравится я скажу так хотя все может измениться это вполне себе нормальное явление когда что-то в нашей жизни меняется но вот я предпочитаю непаренную диву хотя резала до этого не только крючком у меня была попытка связать джемпер спицами но я устала его вязать слишком скользко мне было на металлических спицах и за диву так ализе дива батик дизайн это у нас стопроцентная микрофибра здесь на 100 грамм 350 метров цвет у меня 28 скорее всего 07 может быть вы лучше увидите 28 или 26 рекомендации ручная стирка горизонтальная сушка можно утюжить на единицы спицы от двух с половиной до трех с половиной и крючок от одного до трех плотность вязания 30 петель 40 рядов так ну в принципе что когда я вязала на спицах изделия начинал взять на тройке и крючком я вижу в основном и и тоже тройкой ну бывает там какие-то моменты где обработка горловина тогда конечно использую крючок меньшего размера мне очень нравится именно эта секционка потому что здесь все цвета такие нежные какие-то такие романтичные и захотелось мне навеснуть чего-то такого поэтому пока в моих мыслях кардиган но это будет ажурный кардиган и я над ним хочу усиленно подумать продумать некоторые детали пока еще моей голове не сложились и возможно я что-то поэтому буду писать ну пока еще не знаю пока еще думаю я сейчас ничего в этом году помните не обещаю просто рассказываю вам свои какие-то мысли а потом уже по уходу решаю да потому что время идет мысли меняются и всякое может случиться а потом с меня спрос так следующая пряжа я тут уже решила по летнему пройтись хоть сейчас на дворе и начало февраля и вроде как еще зима у нас впереди говорят но зимней пряжи у меня во первых запаса хватает во вторых говорят чем раньше начнешь лизать летние тем больше вероятности что ты клетку закончишь я в поисках до сих пор в поисках идеального розового цвета и наверное пока что это не он так сейчас я возьму зеркало но это вот слишком яркий я пытаюсь найти идеальный розовый цвет тот который мне бы меня бы освежал но посмотрим может быть и ничего так будет это у нас пехорка летняя я взяла всего три моточка потому что их хватит для того чтобы связать какой-то топ на лето даже в принципе если это будет какое-то изделие с рукавом три четверти потому что на теплое время года я длиннее рукав вообще не понимаю смысла так летняя пехорка там очень-очень большая палитра вообще шикарный выбор цветов наверное только розового оттенка 4 было из или 5 а уж про синие и зеленое вообще молчу там вот прямо до подтона до полутона такие голубой светло-голубой еще чуть-чуть светлее еще чуть-чуть светлее вот это немножко серия в общем очень классная палитра я думаю что многие из вас уже эту пряжу знают и те кто вот девчонки кто отзывался да по этой пряжи все остались ей довольны у меня цвет 11 ярко-розовый это значит как я уже сказала или не сказала стопроцентно миксеризованный хлопок то есть обработан да он специальная такая обработка которая помогает этой ниточке быть ну во первых блестящие во вторых она более износостойкая и в-третьих лучше держит цвет то есть вот этот ее внешний вид точнее изделия до готова внешний вид он за счет материализации изделия ваши дольше остается как это сказать свеженьким да то есть если вязать из обычного хлопка то изделия застирывается намного быстрее помните ту рекламу про тайт да вот то же самое вот представьте что это стирали тайдом и вот оно осталось более яркое и ну в общем не за незатасканное такое на 100 грамм здесь 330 метров то есть эту пряжа в принципе получается очень похоже если мне память не изменяет на пихорку детский хлопок правильно говорю так здесь рекомендуют спицы номер пять ну да у меня уже есть такая тряжесть в пасах я тогда тоже так же прямо обалдела потому что ну 5 серьезно это только если что-то очень ажурное и явно не платье так что еще 40 градусов вода утюжить можно на 180 градусов на двоечке до нельзя отжимать барабане сушильном использовать отбеливатели вот реально кто-то будет использовать на розовый пряжа отбеливатель кто-то меня всегда удивляет и что еще что еще а это знак качества и это тоже ну в общем пряжа на самом деле хорошая я уверена что нет смысла платить за хлопок в каких-то люксовых брендах потому что хлопок как я считаю он и в арктике хлопок да если пряжа хорошо прокрашена если вам нравится цвет если вас устраивает толщина нити то нет смысла искать пряжу где-то там не знаю каких-то дорогих производителях да проще взять действительно наш наших отечественных в этот случай на россии хотя и в беларуси но я в принципе к россии отношусь очень хорошо да я там достаточно продолжительное время жила так это я взяла в поисках идеального розового потому что впереди лет я хочу себе навязать каких-нибудь топов на и вот второй цвет розовый он кстати больше подходит к моему пониманию идеального розового хотя мне кажется что вот этот свет на сайте был чуть чуть не таким но это нормально да потому что цветопередаче может отличаться от реального и я в принципе к этому вполне спокойно отношусь не устраивает этого скандал а вот это пряжица уже по цвету больше похоже на то что я искала правда этот цвет нельзя наверно сказать что он прям розовый чистый он наверное больше розово-коралловый такая у меня пряжа тоже в запасах есть боже какая нами гуська в сравнении с миксеризованным хлопком то это прям вот мягуська мягуська значит это фибра натура я обожаю этого производителя потому что все что я у него пробовала мне все очень понравилось пряжа называется бамбу джаз это тоже уже летняя пряжа здесь 50 процентов а хлопка 50 процентов бамбу к это пряжа скорее всего тоже будет под весом изделия вытягиваться точнее изделия будет по собственным весом вытягиваться напишите кстати в комментариях вы успели уже попробовать или нет здесь рекомендует спицы 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 шесть что ли надо срочно покрасить и коричок номер 425 или я все напутала это это четверка цвет номер 203 красивый оттенок вот из этого я точно себе что-то свяжу я даже знаю же принципе что мне только нужно образец перевязать и вот это вот больше подходит на тот идеальный розовый которая для себя искала это пряжа она чем-то напоминает тактильно хлопок с вискозой например пихорку жемчужную только что жемчужная она такая как это сказать потоньше во первых во вторых она не вот эта скрутка она ярко выраженная то есть очень хорошо видно где хлопок а где вискоза там такой меланжевый эффект получается а здесь скручена уже не так явно да но в то же время очень симпатично думаю что на лето это вообще идеальный вариант так и это еще не все потому что я 300 лет не вязала из черной пряжи на самом деле цвет черный я просто обожаю вот обожаю черный цвет у меня даже был период жизни когда у меня весь гардероб был такой знаете total black я смог до головы вы было в черном у меня даже был период когда у меня белье было только черное и меня кстати это не смущало просто захотелось в определенный момент чтобы люди не смотрели не воспринимали не воспринимали мой гардероб как то что у меня такое по жизни мрачное настроение настроение лично у меня ну как бы если я в черном это не значит я какая-то очень мрачная точно такая же пряжа только черного цвета здесь тоже вот этот бамбук он не выделяется прям ярко-ярко а как раз таки такая равномерная скрутка прям захотелось повязать что-нибудь и вот будет у меня на лето черный топ какой-нибудь простецкий может быть вырез лодочка мне почему-то сейчас показался здесь будет уместным в общем это две одинаковая пряжа так и по пряжа это все в этот раз немного потому что ну здесь 6 мотков здесь 16 как-то вот знаете быстро закончилась отведенная сумма значит у меня получается здесь три кардигана и три топа на лето ну вот с этим я еще подумаю будет ли это топ так и еще значит я в прошлый раз еще хотела но если честно забыла а в этот раз не забыла и очень даже кстати мне пришла это сегодня посылка потому что прямо сегодня мне эти спицы прям жуть как нужны язык о какие вы синенькие слушайте а у меня есть четверка она не такая синяя значит я заказала себе спицы нет розе там не очень большой выбор не троп инструментов да мне нужно было именно четверка именно круговая и именно коротенькая и вот там выбор инструментов не такой большой как хотелось бы ну да ладно его мне постоянно не хватает четверки укороченные вот даже сейчас я вижу одно изделие второе изделие и мне срочно нужно связать одну деталь и тоже на спицах номер 4 и и конечно же то что эти спицы такие коротенькие и изделие мое достаточно узко оно вот это отсутствие magic лупа или еще допустим чулочные спицы я вообще на них вязать не могу оно значительно ускоряет процесс потому что не надо постоянно передергивать эту леску на нее ну если взять что-то очень длинное да очень много времени уходит на самом деле на то чтобы передергивать поэтому я очень рада что я когда-то познакомилась именно коротенькими вот этими спицами сороковками очень удобно вязать на них и шапочки и горловину то есть начинать изделие если вы вяжете там допустим сверху вниз изделие то очень удобно начинать именно на коротких спицах не надо растягивать горловину то есть она не деформируется некоторые умудряются взять рукава но мне как-то не очень вот это дело комфортно но и в принципе вообще удобная спица поэтому если вы еще сороковку не пробовали обязательно попробуйте мне обязательно нет про есть сороковка и у гаммы и кстати достаточно неплохая так ну прям даже если честно что-то меня слишком смущает этот яркий синий цвет я надеюсь что все хорошо но мы проверим проверим обязательно я вам потом расскажу я буду вязать горловину я сейчас снимаю мастер-класс по мужскому свитеру и у меня горловина уже была связана я по ней ничего не сняла потому что изначально я начинала писать описание по этому свитеру и получается что я уже готова выгрузить первую часть свитера на мастер-класса по свитеру но там отсутствует самая первая часть да то есть нет горловины нет вот этой должной кетлевки поэтому мне надо сейчас отвлечься и вот на новеньких спицах как раз таки создать новую горловинку все это на видео показать так что очень даже кстати эта посылочка мне сегодня пришла вот так выглядит этикетка вдруг вы еще не знакомы я очень давно рассказываю про эти спицы я их очень люблю мне нравится на них вязать при том я вяжу на этих спицах с удовольствием любую пряжу любой состав мне все комфортно вязать и говорят бывают девочки что брак много попадается но вот у меня очень много спиц реально хороший запас инструментов и вы знаете я бы не сказала у меня из всех зимов с браком только две пары круговых спиц то есть тут место такое стыка она не очень хорошая но вот здесь все прекрасно а здесь надо проверить на пряжу потому что бывает кажется что будут проблемы а проблем не возникает вот все я очень рада вообще всему что здесь у меня сегодня появилась буду рада вашим комментариям если поделитесь своим опытом работы с каждой из этих пряж как вообще нравится не нравится про океан обязательно пишите у меня на этом все огромное вам спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайки увидимся с вами завтра и пока пока пока